Зачем верующим, кроме Священного Писания книг Библии, использовать еще и какие-то предания? Ведь, как известно, Христос отвергал человеческие предания, и в самой Библии для нас есть все необходимое для спасения. Зачем же православные используют предания? Отвечая на этот вопрос, мы должны открыть второе послание апостола Петра, третью главу, пятнадцатый и шестнадцатый стих. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что есть две категории лиц, которым опасно читать Библию. Это невежды и неутвержденные. Итак, 2 Петра, третья глава, пятнадцатый и шестнадцатый стих. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочее писание. Итак, сама Библия устами апостола Петра говорит нам, что есть две категории лиц, невежды и неутвержденные, для которых общение с Библией представляет некую опасность, потому что они субъективно искажают смысл Писания к собственной погибели. Кто такие невежды? Это, возможно, крещенные в церкви, но не наученные. Таких у нас, увы, очень много. Кто такие неутвержденные? В церкви называется столпом и утверждением истины. Это, скорее всего, и некрещенные, и не наученные. Каждый из этих двух категорий, читая Библию, будет общаться не со Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста. И тому подтверждение то, что есть масса разных сект, религиозных групп, пользуясь одной и той же Библией, они совершенно по-разному понимают ее. Поэтому нам нужен критерий, который поможет нам, а именно правильно разуметь Писание, Священное Писание. И таким критерием является само Священное Предание. И мы открываем первое послание Коринфянам, апостола Павла, 11 глава, 2 стих, где апостол Павел пишет, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Само греческое слово «предание» – парадосис – означает истину, которую мы, принимая, не повреждая, передаем далее. Апостол Павел этот принцип раскрывает в словах, когда он пишет о Евхаристии, «Я от самого Господа принял то, что вам передал». Об этом же мы можем прочитать и во втором послании к фессалоникийцам. Вторая глава, 15 стих, апостол Павел пишет, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Таким образом, на первом месте стоит устное наставление в вере – слово, а на втором записанный текст – послание. И действительно, предание первичное. Первое писание написал боговидец Моисей, но до Моисея, как мы видим из Библии, люди знают, какие животные чистые, какие нечистые. Например, когда Ною дается повеление ввести в ковчег чистых и нечистых. Авель, как мы видим из Библии, знает, как приносить жертву, выбирая ее от первородных стада, от тука их, сказано в Писании. Авраам знает, что такое десятина, когда дает десятину Мельхаседеку, царю Салима. Более того, в самих священных писаниях Ветхого и Нового Завета мы видим ссылки на предания древности. То есть, составители текстов Ветхого и Нового Завета, движимые Духом Святым, они делают ссылки на разные предания. Но прежде чем мы перейдем к этим ссылкам, прочитаем 2-ю к Фессалникицам, 3-я глава, 6-й стих, где апостол Павел со всей категоричностью пишет, «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». То есть, святые апостолы учат нас удаляться от тех, которые не имеют представления о том, что такое апостольские предания. Христос действительно отвергал предания, но это предания старцев, иудейские предания, которые были недостоверны, но само Писание имеет отсылки к достоверному преданию. Так, например, вот мы открываем 2-е к Тимофею, 3-я глава, 8-й стих. Здесь апостол Павел пишет, как нечто всем понятное, «Как и Иоаннии, и Иамврии противились Моисею, так и сии противятся истинные люди, развращенные умом, невежды вере». То есть, наставляя верующего Тимофея епископа и через него других христиан, Павел ссылается на известные предания о неком Иоаннии и Иамврии, которые противились Моисею. Но проблема заключается в том, что во всей Библии больше про этих двух людей ничего не сказано. Их имена мы не встречаем в Писании. Но это прямой отсыл именно к преданию. И другой пример это книга «Деяния святых апостолов», 7-я голова, 23-й стих. Это проповедь архидиакона Стефана перед еврейскими вождями. Он здесь говорит о Моисее. Я прочитаю с 22-го стиха и 23-й. «И научен был Моисей всею мудростью египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых». Откуда архидиакон Стефан знает, что Моисею было 40 лет, когда он вышел к братьям своим посмотреть, как они живут. Нигде в Пятикнижии Моисея возраст Моисея, что ему было на тот момент 40 лет, не указывается. Это отсылка к некому известному преданию. И другой момент, это книга «Бытия», 48-я голова, 22-й стих. Здесь Яков Израиль наставляет Иосифа и говорит, «Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев мечом моим и луком моим». А в чем здесь проблема? А нигде в книге «Бытияне» говорится о том, чтобы Яков вел какие-то военные действия с луком своим в руках и с мечом своим в руках против Амареев. Это тоже некая такая отсылка к известному преданию. Таким образом мы видим, что сама Библия наполнена такими отсылками к священному преданию и она подтверждает важность иметь такие предания, как у апостола Павла мы прочитали, «Хвалю вас, братья, что держитесь предания». И последнее. Мы бы не узнали, что такое канон книг Священного Писания, какие Евангелия точно написали апостолы, что послание апостола Павла точно 14, если бы это не было бы установлено на основании предания Церкви. Таким образом, и авторитет Писания, его каноничность устанавливается преданием, само Писание имеет в себе отсылки к преданиям, и апостол Павел призывает нас удаляться от тех, которые поступают бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас. от тех,